Всем привет, уважаемые телезрители и все примкнувшие к ним, господа. У нас сегодня неожиданный выпуск The Bebe News, по всей видимости. Проезжал мимо Вадим Анатольевич, заехал в гости и что-то нестерпимо хочет рассказать. Приветствую. Ну, в принципе, все очень просто понятно. Знаете, по прошествии двух революций, которые после этого День Свободы, вторая День Гидности, то есть общество все-таки требует прозрачности, открытости и уважения череского достоинства. После моего поста в ВВП, что городская власть нам все-таки не хочет давать площади по проведению форума, мне пошли угрозы со стороны первого заместителя Дмитрия Погребова. Я понимаю, что он, наверное, не привык еще быть публичной личностью, что каждый шаг освеживается, но я думаю, что за такие вещи надо бить по рукам, потому что сейчас он угрожает мне, завтра начнет журналистам и еще кому-то. Это принципиальные вещи, которые новая власть допускать не имеет права, учитывая даже то, что они пришли к власти на волне революции и на волне патриотизма, и они должны подавать пример открытости и качества общения с людьми, которые, можно сказать, оппоненты, либо еще кто-то. Поэтому я считаю, что замалчивать это нельзя, и как минимум этот человек должен задуматься над своими действиями. Да, сейчас, по всей видимости, речь идет о Дмитрии Погребове. Да, я же сказал о Дмитрии. А каким образом именно угрожает Дмитрий тебе? Ну, мне пришла смс-ка, то есть жена вообще не могла стерпеть, это выложила даже в фейсбук, это все перепостили, да, то есть схема простая, то есть если еще будешь на меня в фейсбуке, то я тебе расскажу, как я дружу с законом. Я парень тоже не из пугливых, и возвращение 2003 года, когда нас запугивали, и я даже вывозил семью, чтобы не украли дочь и жену, я это все прекрасно помню. Но это был 2004-й. Говорить об этом весной 2016-го, ну, как минимум, это уже дико. То есть методы хуже, чем которые были тогда. Поэтому я еще раз говорю, что я публичная личность, и все такие вещи, которые идут в мой адрес, я буду публично озвучивать. Ну, нет опасений того, что вот мы сейчас публикуем это видео, и, может быть, общественное мнение, как-то изменится, скажут, сам Шибанов на ябедничал. Поговорил с погребом он после этого по телефону? Я не хочу с Дмитрием ни о чем разговаривать, потому что угрозы по смс-ке, знаете, это уже последнее. А что там вообще вокруг этого форума? Причем здесь погребов? То есть форум, форум, вторник будет веселее. Форум, смотрите, ну, минора отказала нам в проведении форума в 17.20, то есть как раз накануне шабата. Естественно, в поставе всех в такое неудобное положение, несколько было постов, и там же же комменты. То есть один из комментов был, давайте поведем на площади. Я говорю, площади сейчас контролируются городской властью, которая очень часто не соблюдает законы, поэтому второй раз наступать на те же грабли я не хочу. После этого пошли обратные комменты, что я там совесть потерял и прочее. Ну, это такое. Но это все публичное обсуждение по поводу несоблюдения новой городской власти с законом. Ну, я думаю, что это только слепой не видит все нарушения, которые сейчас происходят. Начиная там от аккредитации журналистов, не пускания кого бы то ни было на сессии горсовета, плюс куча вы там выдаете комментариев. Ну, это, знаете, это секрет Палишинеля. Ну, в итоге форум будет? Форум состоится 20-го числа в ДК «Металлург». Пожалуйста, всех просим. Журналисты, пожалуйста, на никакой аккредитации пришли снимать. А просто горожане. Пожалуйста. То есть все желающие могут прийти на форум, и там у нас будет кто? Там будут спикеры Мустафа Наим, Сергей Лещенко, Оксана Залищук, Виктор Чумак и Михаил Саакашвили. По-моему, на Михаила сходить необходимо. Всякому здравомыслящему. Они даже перенесли с 15-го на 20-е по двум причинам. Первое – это на этой неделе заседание Верховного Совета, и все спикеры, их народные депутаты, обязаны быть в зале, чтобы определить судьбу правительства. Ну, а Михаил параллельно, там, у него проблемы с Насировым по запуску новой таможни, которую Марушевская делегирует. Он всю неделю будет в Одессе. Поэтому жизнь идет, все максимально освещается, но угрожать друг другу, я считаю, что это крайне неприемлемые методы общения. Это прекрасно. Если что, мы изо всех сил попробуем взять комментарии у Дмитрия, в том числе, так, чтобы все это было двунаправленно. И встретимся на форуме, я думаю, там будет здорово. Да, всех приглашаю. Большое спасибо. И вам спасибо. Дмитрий, добрый вечер. Это вас беспокоит обива.ли. У нас тут только что был господин Шибанов, который хотел поговорить о вашей СМС, что он не потерпит угроз свой адрес. А кто ему угрожал вообще? Ну, он опубликовал сегодня в Фейсбуке СМС, якобы от вас. Ну, тогда что там, угрозы какие-то? Ну, он воспринял, как угрозу. Ну, это же его больное воображение воспринимает что-то, как угрозу. Комментировать вообще какие-то записи Шибанова. Кто это вообще такой, чтобы я комментировал записи Шибанова? Ну, извините меня, перешли. Ну, тоже ответ. Спасибо большое. Я слышал, что есть какой-то Шибанов. Знаешь, у него, по-моему, с головой не все в порядке у этого Шибанова. Пишет беспорывно какую-то гадость на власти и в Фейсбуке, и на меня лично. Поскольку у меня нет в Фейсбуке, я там... Жена мне иногда на ночь глядя декламирует. И его эти самые первые. Ну, вот и все. Комментировать Шибанова, слушайте, давайте я еще там буду комментировать всех дворников подряд, которые там что-то имеют какое-то свое мнение. Я вас знаю.